Позаботиться о своей безопасности автомобилистов региона просят сотрудники МЧС. 4 ноября на Иркутской области обрушится метель и мокрый снег. На дорогах образуется наледь, поэтому от дальних поездок лучше отказаться. Как в регионе готовятся к приходу зимы, узнаете в следующем материале. Стоят до последнего и не сдаются кустарники на набережной в Иркутске, пока так и не скинули листво. Хотя уже пора. Зима действительно близко. Гораздо ближе, чем может показаться. Завтра, 4 ноября, в регион придут метель и мокрый снег. Спасатели объявили штормовое предупреждение. Вместе с ним для многих продавцов областного центра закончится и сезон уличной торговли. Стоять целый день на морозе не каждый сможет. Мы одеваемся в воду. Тепленькая курточка. Пьем чай с малиной. Возим с собой термос. Запастись термосом с горячим чаем завтра придется и дворникам. С приходом снега работы у них прибавится. Но коммунальщики Иркутска успели вооружиться. На борьбу с осадками и наледью в любую минуту готовы выйти 350 человек и выехать 300 специализированных машин. Зимой машины полностью преоборудоваются под уборку снега, прометание, посыпание противогололедными материалами. Ну а пока гололеда на дорогах почти нет. В Иркутске о приближающейся зиме напоминают только скудные островки снега. Нынешний ноябрь выдался теплее обычного. Правда, последний месяц осени обещает быть капризным. В течение всего месяца ноября погода ожидается у нас в основном неустойчивой. Будут достаточно часто проходить циклоны. Поэтому ожидаем и периоды с теплой погодой, когда в западных и южных районах области температура воздуха в дневные часы будет со знаком плюс. И также ожидаем морозные периоды. Готовятся к морозам городские кустарники и деревья. Теплая осень им в помощь. Ночной минус и дневной плюс – своеобразная закалка для голых стволов и веток. Но садоводы все равно с нетерпением ждут снега. Зимний покров нужен для того, чтобы земля сильно не остывала, не понижалась ниже определенной температуры, чтобы корневая система не подвергалась критическим температурам зимним. Какой будет эта зима, синоптики прогнозировать не спешат. Но напоминает, что в Сибири ноябрь – это уже традиционно морозный месяц. Так что можно смело прятать легкие куртки и пальто и доставать из шкафов пуховой или меховой арсенал. Юлия Шенкарюк, Андрей Назаров. Новости по будням.